Боевые медали и наперстный священнический крест отец Владимир сочетает уже много лет. Сам бывший военнослужащий теперь служит в алтаре. Он войсковой священник, помощник командира бригады по работе с верующими военными. Работы у него достаточно, и солдаты, и офицеры постоянно приходят с духовной поддержкой. Солдат-то есть свободно, да? Он может в любом уме ответить, батюшка, благословите, батюшка, вот такая-то проблема. Батюшка, у меня вот сегодня память дедушка, отец скончался, да? Батюшка, ну как покрестить ребенок, да, вот что-то непонятное творится. Традиционный сбор начался с богослужения в храме святого Георгия Победоносца. В войсках Центрального военного округа служат 28 священнослужителей. Ежегодно они подводят итоги работы за год. За те 20 лет, что в России стали возрождать институт военных капелланов, удалось многое. В частности, округ сегодня почти полностью укомплектован священством. Но уже понятно, их должно стать больше, чтобы помочь каждому солдату и офицеру. Духовенство заняло свое место в строю вместе с воспитателем, вместе с сотрудниками органов по работе с личным составом, с психологами. Сегодня они занимаются духовным воспитанием военнослужащих. Не забывают сегодня в армии и о других религиях. Святое дело помнить и о тех, чья вера – ислам или иудаизм. Поэтому Русская Православная Церковь приветствует, чтобы в воинских частях были представители этих конфессий. На итоговой конференции говорили в том числе и об этом. Ведь сегодня, как никогда, важно, чтобы межконфессиональный диалог вел к миру и согласию. Сегодня, в Божьей милости, как-то государство стало больше уделять внимание. И, наверное, работа церкви, что это не идеология, а это явление нечто большего, глубинного. То, что связано с твоей землей, где ты родился. И с пониманием той великой истории, которая делалась нашими предками. Войсковое священство – многовековая традиция для российской армии. И с благословения церкви воинство одержало множество ратных побед, которые сделали Россию великим и мощным государством. И сегодня священники снова в рядах вооруженных сил поддерживают и укрепляют боевой дух военнослужащих. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok